здравствуйте рада приветствовать вас на семинаре который называется история дистанта двух школ сегодня на самом деле у нас очень интересный материал я уже подглядела одним глазом и просто с нетерпением жду этих докладов первой выступает у нас юля кропачева из кухлоярве славянской школы который расскажет нам как они встретили дистанта и второй спикер у нас жанна молева из ляны мере гимназии таллинской тоже очень интересно послушать как в их школе проходит нынешний процесс обучения такой ситуации я не буду долго болтать сразу передам слово юли добрый день да и мы тогда начинаем да я делюсь экраном все хорошо мы вас видим все добрый день уважаемые коллеги я рада поделиться сегодня с вами нашим опытом может быть рассказать о том как мы вступили в эту новую для всех эпоху дистанционного обучения который никто никогда не был меня зовут юлия кропачева я сегодня представляю славянскую основную школу и немножко о том как это было в пятницу тринадцатого и немногим ранее начну с немногим ранее потому что стоит здесь сказать о том что и я как завуч и директор светлана владимирова вступили в эту должность менее двух лет назад и сразу же по приходу светлана школу было решено что необходимо подключить всю школу к системе г-свит для образования потому что таким образом мы сможем обеспечить этот современный подход который мы не был необходим в условиях современной школы огромную помощь в этом оказал наш и ты руководитель сергей криталов который является можно так сказать уже старожилом школы и скоро будет 20 лет как находится в стенах в роли как раз и те руководителя осуществляющего и те поддержку всем учителям в школе с моим приходом в октябре восемнадцатого года уже была налажена эта система и мы начали ее активно внедрять для учителей конечно же это был новый опыт но несмотря на все сложности мы преодолели их и с того момента у нас google диск используется уже на полной мере так скажем нас там собран целый банк документов общие диски куда мы непрерывно складываем материалы туда же постоянно направляем наших учителей то есть google диск у нас в активном использовании и google classroom который вошел в нашу жизнь в сентябре девятнадцатого года активно в жизнь учителей и конечно же с дистантом он вошел в нашу жизнь еще и детей благодаря елене рейсик нашему образовательному технологу которая смогла провести с сентября месяца курсы для всего коллектива школ это каждая 3 каждый третий понедельник месяца был посвящен именно тому чтобы показать как работает google classroom наши учителя были все в роли учеников ну если это вот была подготовительная работа по техническому характеру и если говорить о том как мы готовились к дистанту то такое своего рода паническое состояние нас охватило намного раньше чем было объявлено чрезвычайное положение в республике потому что 27 февраля на собрании кризисной комиссии директором светланой был задан нам всем один вопрос давайте представим что в школе завтра появится такая ситуация когда на мастер-висамит посвонит и скажет у вас в школе ребенок с диагностированным ковид-19 что мы будем делать ну надо сказать что вот как раз с того момента с того дня и закрутилась в головах та схема которую мы впоследствии внедрили то есть 27 февраля за неделю до закрытия первой школы эстонии на дистанционное обучение гимназии кристины у нас уже начал работать именно тот план по которому мы действовали а именно мы заготовили уже образцы писем которые мы будем рассылать учителям мы заготовили образцы писем которые мы будем рассылать родителям план действий как мы построим учебную деятельность то есть тогда у нас было полностью решенным вопрос о том что вся школа переходит в случае дистанционного обучения на google classroom это почему мы с такой уверенностью говорили о том что учеба именно там будет возможно потому что в октябре 19 года уже сергей криталов и руководитель создал абсолютно всем ученикам нашей школы электронную почту с доменом coyotesp.ee поэтому у нас не возникало никаких сложностей для того чтобы внедрить окончательно все это в жизнь и когда мы совещание у нас кризисной комиссии прошло в феврале то 2 марта уже с понедельника началась подготовка вот безоговорочного внедрения google класса в жизнь учителей и детей как это происходило мы поделили всех учителей нашей школы на группы по параллелям по потокам учителя готовили интегрированные задания для детей и это на самом деле нас спасло потому что именно эти интегрированные задания которые готовились по параллелям они же у нас пошли 16 марта это первый день карантина все помнят 12 марта вечер когда было объявлено в стране чрезвычайное положение тогда у нас состоялось уже ночное совещание руководства и 13 марта утра мы пришли с готовым планом действий как мы будем отправлять детей уже на дистанционное обучение как мы будем отправлять конечно же учителей в 9 утра было было общее собрание школы где учителя получили инструкции как мы проживем пятницу 13 и дальше у нас произошел обход всего детского так скажем коллектива мы посетили каждый абсолютно класс с планшетами группы руководства с целью проверить работают ли все таки у всех электронные адреса которые до этого были всем детям розданы все таки действительно ли пароли то есть есть ли у кого-то какие-то сложности и проблемы и до конца проверить знают ли дети как ходить в google класс если кто-то еще этим не пользовался удостоверившись полностью готовности детской мы перешли естественно к учителям и дети у нас были распущены к часу дня то есть мы проверяли готовность класса и отпускали их сразу же домой в час дня школа была пустая у детей и тогда мы собрались еще раз учителями и но и было сказано следующее никто не покинет здание школы до тех пор пока я не увижу что задание на 16 марта в google классе вами созданы загружены и понедельник жизнь школы не остановится мы покинули школу в районе 7 часов вечера то есть до этого момента мы с каждым индивидуально смогли пообщаться конечно у нас за спиной стояла огромная команда из и тест специалистов и всех работников школы тут работа на четырех людях понятно не строится поэтому с благодарностью ко всем кто в тот момент оказал поддержку нам это точно следующим нашим шагом было не бросить ни детей ни родителей не учителей конечно поэтому уходя пятницу 13 дети из школы мы всем говорили что сегодня вечером вы получите еще четкие инструкции на сайте школы кому обращаться если вдруг возникнут проблемы и ближе к ночи пятницу на сайте школы была выставлена подробная информация о том куда звонить кому писать какую инструкцию смотреть за ночь и за выходные мы создали инструкции с еленой рейси необходимые для поддержки детей и с этого момента мы понимали что нам будут звонить ночами будут звонить и вечерами мы были к этому готовы и действительно мы отвечали на телефонные звонки круглосуточно на сегодняшний день создано огромное количество наших инструкций для детей и для учителей которые помогают им в учебе google классе тогда на тот момент я еще не понимала насколько нам облегчит эта жизнь работа в google классе но сейчас я могу с точной уверенностью сказать и а вот опираясь на опыт уже учителей что google класс дал возможность централизованного подхода централизованного видения теперь и оказание помощи как ученикам так и учителям потому что мы теперь закрытыми глазами по телефону можем сказать если у кого-то что-то не получается или какой-то сбой произошел нажимай туда открывай это смотри сюда и у нас нет вот такого вот плана больше сложности потому что мы знаем что все абсолютно действуют в одной схеме по одной программе как я сказала google диск активно использовался поэтому все стечение всех инструкций всех документов стекается в одну папку и если учителя теряют письмо допустим своей рабочей почте то они обязательно могут вернуться туда не обошлось и без чувства юмора понятно потому что тут никуда не деться поэтому наши это специалисты создавая инструкции еще и активно использовали такие моменты как разрядить обстановку желая учителям в конце инструкции крепкого чая и нервов и тем самым пытаясь вовлечь их в эту вот ситуацию что мы все выплывем куда нам деваться очень важно являлось для нас мы тогда понимали быть на связи сначала это конечно был контакт телефон и мэйл но этого было мало с первой недели с первых дней мы это поняли потому что первая планерка руководство первые наши выходы в эфир состоялись уже на первой неделе то есть 16 карантин зашагал по эстонии а 17 марта мы уже первую планерку руководство провели освоив google meet ту систему то есть которая в google suite работает мы только в ней находимся да что опять таки позволяет централизованно подходить и оказывать помощь и детям и учителям поэтому первая встреча в google meet уже с коллективом состоялась у нас 18 марта мы почему хотели это показать учителям почему мы хотели настроить их на эту волну вот онлайн овскую потому что мы понимали что нужно выходить еще и на формат видео уроков онлайн встреч с детьми живых потому что математику английский эстонский немецкий язык новые темы проходить без онлайн встреч мы видели неэффективны поэтому нам важно было показать учителям что это возможно это легко и они справятся совсем конечно же тут мы были на помощь оказывали тоже всем кто был готов вы видите что 24 марта состоялись уже инфо часы у нас для детей мы инфо часы проводим еженедельно руководство встречается с детьми разных возрастных категорий 24 марта мы показали попечительскому совету как будет проходить наша работа в школе как она выстроена и через какие инструменты и системы мы будем работать и 25 марта состоялся уже первый онлайн урок это здорово потому что этот опыт который был осуществлен учителем начальных классов хотя на белорусской она поделилась вот своим живым общением она заразила часть учителей других нашей школы и так скажем поезд пошел то есть машина завертелась и количество онлайн уроков у нас возросло за следующую неделю буквально там в разы и за месяц там более 500 уроков было давно это я считаю что превосходный результат и важно было не потерять связь с родителями поэтому мы приглашали родителей на инфо часы и сейчас инфо часы для родителей проходят у нас еженедельно мы встречаемся и информируем что проходит в школе что как складывается оценивание как мы видим работу школы то есть все что важно было мы все давали через живое общение и родители же сами попросили нас встречаться каждую неделю потому что для них это было тоже интересно важно и мы пошли навстречу и потом уже закрутилось завертелось так что апрель у нас пошел уже инфо час для нулевиков собрание скопы рай и леди по проблемным детям и самый важный момент момент это то что мы не оставили проведение развивающих бесед с учителями потому что это дает сейчас такую позитивную волну вот такой момент встреч с каждым учителем где можно 45 минут посвятить друг другу пообщаться узнать как прошел период как год вообще прошел что дистанта узнать о проблемах помочь как-то это настолько общение которое дает энергии на будущее дает силы дальше работать что я безумно рада что у нас есть такая возможность встречи с учителями и вот на сегодняшний день у нас уже подходит концу весь этот вот цикл развивающих бесед осталось всего 3 из 49 я считаю что это очень эффективно именно сейчас пойдем дальше я обожаю вот этот вот формат еще тоже неформального общения потому что facebook дает нам возможность выразить эмоции если письма мы пишем в деловой такой официальной форме как коллегам так и родителям и детям то facebook дает возможность показать то чем мы дышим что у нас на душе поэтому мы с удовольствием пользуемся этим каналом связи с родителями и детьми и мне кажется он тоже дает свои плоды здорово что он у нас есть и мы будем дальше продолжать в этом направлении говорит спасибо протягивать руку и таким вот способом таким образом так что школа на связи у нас сохраняется в любых форматах учитель в карантине это такое название которое пришло к нам не случайно я на следующем слайде скажу почему но тут я хочу сказать что учитель в карантине это оказался тот человек который естественно как и ребенок как и любой другой человек никогда в нем не поэтому здесь нужно было еще и поддержкой защита потому что бывали случаи когда вот в google класса здесь картинка да и screen из рабочей почты в google классе есть возможность общения детей и учителей когда пишут комментарии дети бывает что и бывало да сейчас этого практически уже нет сошло на нет потому что я ко всем google классом присоединена если я видела что общение у ребенка с учителем начинает переходить границы я тут же вмешивалась и говорила о том что используется недопустимая форма прошу использовать корректные формат общения с учителем и на корню пресекала все эти вольные стили общения и конечно же рабочая почта когда учитель получает на рабочую почту от родителя допустим поздно вечером неприятное письмо может быть даже в каком-то оскорбительном ключе то мы подключались у у нас договоренность была что мы обязательно реагируем совместно и все наши решения принимаются исключительно в совместной форме отвечала на такие письма в основном я ставя в копию учителя и директора о том что я требую корректного обращения с учителем что используемая форма общения недопустимы что родитель обязан вести диалог в исключительно корректной форме и надо сказать что родитель понимал в конечном итоге что он поступил неправильно и по большей части бы было так что родитель приносил извинения все у нас урегулировалось в этом смысле мы не оставляли без внимания поэтому я скажу сейчас фразой одной одного из своих коллег которые которые сказала на развивающей беседе я чувствую что сейчас за мной школа это такой вот момент когда коллеги понимают что мы все вместе мы не брошены вдруг порознь знаете как каждый за себя нет мы действуем как одна большая семья как одна большая команда конечно это очень важно когда ты знаешь что и тебе есть на кого положиться опереться и даже вот такие вот сложные ситуации на название учитель в карантине пришло не туда пришло из обратной связи от родителей детей мы считаем крайне необходимым спрашивать обратную связь каждую неделю у родителей у детей и учителей о том как это было на этой неделе получаем обратную связь через google формы и рассылает директор еженедельно но конечно родители бывают что обратную связь выдают и в социальных каналах мы естественно люди современные каналы все эти нам известны мы тоже читаем но не всегда принимаем участие в обсуждениях каких-либо вопрос но однажды была ситуация когда мы знаем учитель переборщил это было абсолютно понятно мы на троих так скажем встретились сообразили что до перебор случился такое бывает опыта у всех нет в работе дистанционном мы согласны что совершена была ошибка со стороны школы надо было как-то выкручиваться из этой ситуации потому что в этой социальной сети начали так скажем бить нашего брата ведь мы не могли себя позволить поэтому мы готовились давать ответный ход и попросили учителя снять видео на пятерку и все-таки ответить родителю который был недоволен надо сказать что родитель был недоволен в очень корректной форме в шуточном виде была представлена информация поэтому мы считали правильным отвечать в таком же стиле учитель снимал видео светлана готовилась публиковать и я говорю надо отвечать так чтобы это точно разрядила обстановку сочиняй я за минуту сочинила этот текст о том что славянская школа вернет яйца дело в том что в чем были яйца потому что опыт который предложил выполнить для восьмиклассников учитель физики был связан с тем чтобы яйцо проникла все-таки в бутылку за счет тяги нужно было поджигать запихивать и так далее и мы опубликовали сообщение в социальной сети том что славянская школа вернет яйца дорогие родители восьмиклассников мы готовы компенсировать вам затраты на яйца сообщите что и кому вернуть мы больше так не будет надо сказать нам никто не позвонил яйца пришлось возвращать но обстановку мы действительно разрядили таким образом у нас родилась и идея устроить рубрику учитель в карантине сейчас у меня уже висит еще одно видео которое скоро тоже запустится о том как проводить опыт и весело и здорово дома facebook мы для этого используем мы тебя найдем но опыт и мы не одни конечно во всем мире которые ищут детей которые выпали из дистанционного обучения мы стараемся очень конечно у нас может быть в этом смысле не все получается так гладко как мы бы хотелось но тем не менее у нас а огромная команда замечательных девочек наших специалистов поддержки которые огромную работу проделывают потану чтобы найти и обезвредить работает классный руководитель и предметник передает данные к координатору социальным педагогом и потом начинается обзвон дозвон с пристрастием о том почему не был вернись если нам удается своими силами это сделать мы на уровне школы это решаем если нет то уже тогда через директора происходит передача данных местному самоуправлению последний раз мы даже подключили для этого специалиста про и леди я скажу что у нас была такая живая дискуссия и результаты не заставили себя ждать все-таки кого-то нам удалось через этот канал возвернуть и наверное подходя так вот на ближе к концу я хочу сказать что тем детям которым удалось вот вернуться до учебу за счет того что техники не хватало мы обеспечивали техникой мы не единственная такая школа так по этому пути естественно пошли все наши те специалисты получал информацию связывался с кем-то из родителей сам кого-то мы направляли из детей и родителей чтобы они связывались это специалистом и техникой были обеспечены абсолютно все кто этого пожелал кого-то пришлось принудительно убедить в том что вам нужен компьютер все-таки возьмите хотя отказывались родители да сейчас у нас технического характера проблем нет есть немножко другого плана трудности но мы все-таки надеемся что мы их преодолеем и главным я так считаю вот нашим отличием и такой наверное сильной стороной является стабильность мы изначально не метались из стороны в сторону мы изначально не просили учителей зарегистрироваться во всех возможных и невозможных средах платформах подключать все возможные инструменты а придерживались такой вот узкой направленности который будет понятно всем и всякому несмотря на это учителя освоили большое количество инструментов у нас превосходные замечательные творческие учителя которые работают за счет новых инструментов освоенных уже в дистанции благодаря и хитса в том числе которые проводили обучение и и вся работа у нас проходит только в google suite для образования письменная учеба проходит в google классе только там вся живая учеба проходит google meet и больше нигде учителя используют такие еще дополнительные вот инструменты как я сказал под лет это всем понятно да что не новинка а вот teacher dance который освоена сейчас для математика внедряется в начальную школу будет это конечно тот инструмент наши гениальные умнички учителя которые не стоят на месте каждый день совершенствуются прыгают выше головы и совершают подвиг каждый сам над собой мы действительно гордимся нашими учителями целой армии талантливых смелых замечательных женщин и мужчин немногочисленных наших но тем не менее которые справились превосходно на этом вот этапе чуть-чуть скажу еще про видео уроки что очень важно когда видео урок спланирован да чтобы не было хаоса чтобы не было накладок что один учитель проводит тут другой там в одной среде в другой ссылка не знаешь где в трех местах посмотри а все в одном месте поэтому мы сделали централизованный тоже подход в этом смысле таблицы на google drive google диске учителя заполняют концу рабочей недели планируемые свои видео уроки на будущую неделю и это же таблица идет на сайте школы для детей но без статистики статистику мы оставляем себе потому что на детям не нужна но у нас сразу же включается обзор где в каких классах больше где меньше у кого из учителей побольше поменьше куда нужно обращать внимание где там болевые точки кому помогать еще надо чтобы все таки этот процесс запустился окончательно абсолютно у всех и чем еще google класс google meet и вообще гэс вид в чем превосходен это то что давая задание google классе ставят срок и публикуя видео урок google meet до через календарь вся работа светится у ребенка в календаре то есть он открывает календарь и у него вся весь план действий на сегодня и на неделю вперед уже имеется это настолько здорово в плане организации учебы что тут невозможно придумать наверное еще более легкий вариант удобный для того чтобы организовать эту учебу и каждую пятидневную неделю у нас есть день без монитора когда дети не получают никаких заданий не письменных не устных не через компьютер не через скакалку это тот день когда есть возможность выдохнуть как детям так родителям так и нашим учителям есть возможность передохнуть от общения с ребенком хотя мы видим что дети пользуются этим случаем как бы хвосты подтягивают все равно выполняют какие-то задания но это уже их право да то есть мы давали возможность кто воспользовался тот молодец вот для души у нас тоже есть вещи это google классе у нас созданы такие вещи как урок мечта руки-ноги голова различные такие вот способы привлечь детей во внеурочное время вне классная работа там проходит у нас превосходный библиотекарь которая создала сайт онлайн библиотеки где может оказывать поддержку детям по учебной литературе и она же оказывается у нас изучала чешский язык поэтому google классе она создала свой отдельный еще курс по изучению чешского языка вот такая вот у нас оказалась работа в дистанте и что мы точно поняли что мы все разные да эта фраза тоже из фейсбук это фраза светланы директора мы такие разные и нас объединяет славянская школа мы действительно очень очень разные оказались скрылись сильные стороны у тех наших коллег которых мы даже не предполагали вскроется что-то вскрылись слабые места у кого-то у которых мы может быть не ожидали но жить так раньше как как раньше мы точно не будем не сможем потому что мы не хотим больше жить так как раньше поэтому вот этот опыт дистанта мы обязательно используем в будущем уже мы продумывали как мы будем его внедрять в обычную жизнь это конечно же возможность для обучения детей которые длительно ушли на больничный это и google и мид google диск это дети которые освобождены допустим от физкультуры на долгий период или вообще все время освобождены от физкультуры это конечно уже ну избитая да ни для кого не новость что возможность проведения дней и обучения поэтому у нас уже целый ряд перспектив на использование опыта дистанционного обучения тем более что мы оцифровали в гугл-классе материал всего третьего триместра треть работы в гугл-классе на целый учебный год у нас уже там есть поэтому не использовать этот опыт в будущем было бы преступлением мы вошли в такой получили такое удовлетворение от этого дистанта вот через эту цифровую культуру да через эти цифровые инструменты что мы больше не хотим его терять мы хотим наоборот его развивать и использовать только в свою для себя так чтобы нам было дальше интересно тоже это использовать и чтобы это не пропало зазря вот наверное и все с моей стороны я просто вам прочитаю обратную связь слух потому что я не видела светлана в числе зарегистрировавшихся видела не некоторых ваших коллег просто очень хочется чтобы должна была быть может быть что просто вы услышали восхищаюсь вот это подход завидую вашим учителям браво нет вопросов одно сплошное восхищение вопросов нет просто слушаю с удовольствием такая работа проделана снимаю шляпу молодцы и вот здесь у нас похвалы и вопросы юля вы большие молодцы отличная командная работа на практике супер спасибо и вопрос как планируете организовать учебный процесс после 17 мая если кратко если кратко то мы видим что мы можем мы в силах продолжить дистанционное обучение до конца учебного года и на сегодняшний день мы не видим необходимости выходить из школы даже выходить в школу вернее даже малыми группами конечно 17 марта это далеко все так меняется стремительно если поменяются события карты обстоятельства мы готовы будем отреагировать но на сегодняшний день стоп кран нажимать мы в идущем по очень хорошо выстроенным релизом и шпалом мы наверное не будем у нас работа налажена вы видите что все идет таким ходом не хотелось бы я еще тут вот отмечу что у нас ведь есть и хеф-классы до хеф-детки и они все в google классе тоже зарегистрированы за очень малым процентом исключение там свои сложности но тем не менее мы не оставляем их мы все равно их пытаемся внедрить в эту схему в эту систему потому что на будущий год это будет уже по накатанным рельсам и пойдем им все равно придется так Юля вы зависли у нас тут еще есть вопросы Юля зависли сильно мы ничего не видим и не слышим если вы меня слышите попробуйте зайти и выйти заново если сейчас Юля сразу не вернется то я все ваши вопросы вижу мы все Юля задаем так все я вас вижу да да мы поняли что у вас хеф-детки и у вас не вернется которые в google-классе в google-классруме занимаются и тогда на следующий год он просто с ними же будет по этой же системе заниматься проще я правильно поняла да 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 так хорошо и дальше спасибо большое за интересный полезный опыт молодцы это очень здорово и вопрос Юля у вас в школе нет ни одного ученика кто бы не участвовал сейчас в обучении есть дети которые не участвуют в обучении но я вам могу сказать что не участвует в обучении те дети которые не участвовали и в реальной жизни такие проблемные дети они есть в любой школе мы не единственные в этом поэтому для нас не было на самом деле открытием что будут трудности с кем-то из детей поэтому те кто выпадал у нас в реальной жизни они они выпали и тут к сожалению но я так поняла что подход такой что если кто-то выпал тогда дальше вы их ищите в любом случае дальше тут райолете и инстанции да то есть мониторинг еженедельный проводим мы о том кто выпадает кто не присоединился вернее присоединились то все просто они участвуют но как мы за ними в реальной жизни носились и искали выискивали звонили то сейчас та же самая ситуация и продолжается так я все еще не могу остановиться у нас достаточно много вопросов спасибо вам большое очень интересно пишут здравствуйте созданные каждым учителем задания могут ли использовать все учителя если учитель там такая схема google классе если ты курсу присоединишь тех учителей которых ты хочешь то они смогут использовать эти задания да у нас есть опыт когда допустим задания даются на первую 1 а и допустим 1 б там русский с математикой у нас одинаковые задания идут там учителя друг другом делятся и у них это идет уже внутри google класса все это деление у нас так физкультура проходит да по параллелям для всех седьмых классов всех восьмых всех девятых передаются единые задания там три учителя в google классе и да это абсолютно такая система очень удобная на самом деле так дальше юля напишите пожалуйста название виртуальной доски которую используют ваши математики вы пользует мы пользуемся padlet но возникают трудности teacher desmos это та система которую вот сейчас наши учителя математики используют и джамборд джамборд да я пишу в чат написала название teacher desmos на самом деле позволю себе обратить внимание так джамборд ушло есть сообщество русскоязычных учителей математики называется сигнум и там одна из идейных вдохновителей людмила рождественская я знаю потому что они периодически в группу дистанционного обучения постят свои какие-то открытия замечательные свои задания именно которые делать teacher desmos то есть если есть желание найдите на фейсбуке сообщество сигнум я думаю что любому математику которая более-менее современная это будет очень интересно они делают стримы по вечерам обсуждают это это необыкновенно удобная среда когда я увидела в математику нашу что там происходит я хочу учиться сейчас в ее классах я хочу ходить к нему уроки хочу участвовать там там просто здорово а вот я вот вас слушаю тоже хочу учиться в вашей школе но немножко старовато уже для этого так еще вам передают что большие молодцы очень быстрая мобилизация сплоченность да про стримы вот в сигнуме пишут не поленитесь найдите до своих математиков это очень классное сообщество так это еще не все добрый вечер отличная командная работа есть ли уроки в google мид а все ли уроки в google мид проходит по расписанию или количество уроков за компьютером в день ограничено ограничено да ограничено конечно потому что невозможно сидеть целый день за монитором в наушниках там глава вот так спухнет поэтому это в начальной школе не более двух уроков и в старшем замене не более четырех вот я сейчас еще задам два вопроса и один от себя от себя такой с подковыркой немножко а для учителя ограничиваете ли вы количество онлайн уроков в неделю для детей понятно что там мы о них думаем а вот учителя сколько хочет только и проводят тоже же голова пухнет да вот тут вот мы не продумали что нужно еще подумать о учителях что действительно как-то ограничить еще количество у учителя проведенных уроков спасибо потому что они так себе думают в последнюю очередь мы тут делали акцент на том чтобы они себя берегли наши дорогие коллеги и действительно об этом говорим особенно в первые недели много говорили пожалуйста делайте паузы пожалуйста выходите на улицу хоть круги вокруг дома хоть куда-нибудь просто выйти из дома оторваться от этого есть дети с детьми вокруг дома со своими ходите чтобы не просиживать все время за монитором потому что рано или поздно другие проблемы вот это мы беспокоились очень сильно об здоровье а вот когда количество онлайн уроков ограничить мы не догадались но это так мысль такая так последние два вопроса вам тут еще пишут спасибо в чате потом вы сможете прочитать и больше я не буду задавать вопросы потому что наш второй спикер и время уже поджимает так правильно ли я вас поняла что вы создали новое расписание четыре учебных дня нет мы придерживаемся старого расписания которое у нас было составлено на третий триместр когда день без монитора мы его заранее объявляем и учителя просто настолько умело могут построить учебный процесс что потери темах потери в объеме знаний не происходит поэтому мы не переживаем учителя у нас огромные профессионалы и если вдруг случится такое страшное ужасное что какая какой-то объем материала не будет усвоен но ничего от этого в жизни критичного не произойдет слава богу что мы все выжили в этих условиях и последний вопрос тут еще есть вопросы от васи зарецкого и от юраты в чате потом посмотрите потому что у нас просто нет времени отвечать последний вопрос про оценивание объявили объем поменяли ли вы что-нибудь в оценивании мы не уходили в оценивание от цифр мы их оставили мы не вводили никаких букв и зачет не зачет мы посчитали это что в этом нет необходимости у нас идет период объяснение темы проработки и и закрепление идет словесное оценивание а когда идет там допустим проверка знаний то ставится цифра если ребенок не сдает работу ему ставится пропуск если не участвует тоже в видео уроке тоже пропуск это как сигналы о том что ребенок не участвует вот поэтому обратная связь так все хорошо я очень попрошу сейчас я передам слово жанне и попрошу посмотреть еще два последних комментариях в чате их видят их видим только мы потому что они адресованы только тем кто спикером но вы переключите когда будете отвечать чтобы все вот кто говорит все все участники видели ваши ответы ответите да я буду очень благодарна потому что со временем тут немножечко утекли так жанна так сейчас юля я вам выключаю звук жанна вам наоборот включаю звук здравствуйте здравствуйте да немножко у нас затянулось нам что было так интересно вы спокойно рассказывайте все что было запланировано не нужно торопиться все в порядке да только покажите нам свой экран так с большим удовольствием передаю слово жанне из таллиннской ляномерской гимназии очень тоже интересно узнать что же у вас происходит так мы все видим микрофон я выключила пожалуйста добрый день уважаемые участники семинара меня зовут жанна молева я зауч в таллиннской ляномера гимназии и два слова о себе в этой гимназии я работаю седьмой год общий стаж работы за учим у меня 15 лет стаж работы в школе 30 значит я была рада предоставленной возможности рассказать нашу историю дистанционного обучения и пожалуй можно уже можно уже начинать и так сначала общая информация о школе извините на секундочку меня тут собака мне мешает моя сейчас ее выведу и продолжу абсолютно ничего страшного мне кажется юля давайте мы воспользуемся этим моментом этот вопрос я пока не долистала до него что за вопросы были у василия зарецкого до нас не слышал микрофон до вопрос достаточно короткий что-то с объемом домашних заданий больше меньше как а у нас их нет домашних заданий у нас все единая работа то есть вся работа которая существует она сейчас в принципе дома хорошо хорошо все жанна пожалуйста да я на месте извините коллеги пожалуйста итак я продолжаю у нас большая школа у нас 1354 ученика 55 классов из них 18 классов раннего языкового погружения два малых класса и учителей у нас 90 вот вот в таком в таком составе мы мы и перешли дружно перешли дружно на дистанционное обучение и так подготовка к дистанционному обучению вы знаете здесь у нас было все гораздо проще и гораздо сложнее если сравнивать с тем что говорила юлия сейчас дело все в том что мы проводили совещание мы говорили учителям о том что нас это ожидает но но вот как ни странно на нас на нас карантин упал все таки как снять на голову и когда объявили о том что карантин 16 по 27 марта вот я лично коллеги я должна признаться на такую широкую аудиторию что я наверное была наивным человеком но я лично была уверена что 27 марта это вот самый крайний срок и мы и мы через две недели точно уже будем все на работе все будет в порядке но 12 марта мы активно работали всей командой администрации 13 марта провели провели большое объемное совещание учителей и говорили о том что на период дистанционного обучения 16 по 27 марта мы не ставим ученикам ни удовлетворительных оценок даже если ученик не не представляет работу даже если ученик не выходит на связь не удовлетворительных оценок есть есть только информация о том что пожалуйста обратите внимание нужно сделать это нужно посмотреть то дальше дальше мы договорились о том что на этот период 16 по 27 марта в школе используются только те программы инструменты с которыми знакомы учащиеся то есть если учитель до этого активно работал например в опеке значит ученики продолжают эти две недели дистанционного обучения в опеке работать если учитель использовал google формы то продолжают использовать google формы с этими учениками мы все-таки мы все-таки не внедряли первые две недели какие-то новые программы и новые инструменты для учителей и учеников договорились в о едином порядке оформления журнала это было отдельный но такой длинный длинный долгий разговор дальше подготовка к дистанционным обучением состояла и в том что что мы выяснили у кого из коллег есть проблемы с компьютером какие-то дома с интернетом пытались помочь давали школьные ноутбуки выясняли проблемы тут же решали решали их и в общем то за один день мы выяснили что все коллеги готовы 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 работать дальше какова какова роль администрации вот во всем том что происходит конечно мы вырабатывали стратегию и продолжаем ее вырабатывать до сих пор потому что каждый день практически приходит какая-то новая информация либо из министерства образования либо из департамента и нужно очень быстро и четко реагировать дальше конечно это передача информации которая происходит постоянно и на разных уровнях дальше обратно обратная связь от учеников и родителей которая которая тоже дает много информации и почвы для размышления жалобы и проблемы которые мы решаем дальше организация работы предметных секций и метод совета это раз в неделю у нас проходит постоянно мы но и львиную долю работы занимают и вот всякие отчеты и опросники которые мы заполняем заполняем вот в этот в этот непростой в этот непростой период значит какие какие основные проблемы возникли у нас и можно об этом можно об этом говорить значит ну конечно ноутбуки для учителей учащихся для учителей мы обеспечили очень быстро но буквально на второй на третий день посыпались жалобы родителей о том что ноутбук сломался или в семье три ребенка ноутбук один и как быть и вот здесь мы всех таких данные о всех таких учащихся собрали и школа выдавала им свои ноутбуки родителям выдавали ноутбуки под подпись и в общем проблему эту решали практически ну вот два наверное или три дня дальше конечно объем объем заданий вот надо признаться что до перехода на дистанционное обучение в нашей школе такого опыта не было вообще то есть у нас не было дистанционных дней дистанционных недель дистанционного обучения не было поэтому вот мы шли что называется методом проб методом проб и ошибок и поэтому учителя особенно первые две недели ну с объемом заданий нужно сказать переборщили и здесь пошел пошла такая лавина писем лавина звонков а на время дистанционного обучения мой ну не только мой а вообще рабочие телефоны членов администрации они переключены на личные мобильные телефоны и я практически доступна для учителей для родителей и учеников которые знают и видят на сайте мой рабочий мэл мой рабочий мэл да и мой рабочий телефон они могут мне звонить я тут же отвечаю так вот с объемом заданий у нас был перебор и очень сложно было его отригули отрегулировать здесь были отдельные отдельные разговоры с учителями заседания секциями выработка выработка какой-то вот стратегии и корректировка вот ситуации что называется по ходу с оцениванием конечно тоже сложно вот это вот решение администрации решение администрации не выставлять неудовлетворительных оценок тоже тоже кого-то кого-то из учителей очень сильно волновало они не понимали почему ученики не делают не выходят на связь и оценивание у нас оценивание у нас на первых неделях либо вообще ну вот отсутствовало учителя ничего не ставили либо ставили хорошие оценки но при этом вот часто звонили и говорили ну вот когда же можно будет ставить настоящие оценки потому что ученик сделал слабенько работу я его подбадриваю ставлю 4 ученик сделано 4 я ставлю 5 и администрация говорила это правильный подход так и нужно делать потому что в этой ситуации в этой ситуации дети не виноваты и приспособиться к новым условиям обучения сложно сложно неимоверно дальше проблема которая возникла буквально наверное пару недель назад она у меня зафиксирована так как несанкционированное проникновение посторонних лиц на онлайн уроки я сейчас поясню что это такое значит когда отправляется ссылка классу и приглашение на онлайн урок скорее всего кто-то из класса отправляет эту ссылку каким-то скажем так пакостникам я бы такое слово использовала и вот этот самый пакостник заходит на эту на этот онлайн урок и дальше начинаются визги вопли мат я не знаю что то еще и учителя жалуются на это вот последние две недели очень и очень часто и сейчас сейчас эта эпидемия охватила уже 7 8 9 классы и мы уже обратились соцработник школы обратился уже полицию потому что мы уже не знаем как приструнить вот этих вот вот этих вот лиц кое-кого мы вычислили методом проб и ошибок но но конечно не всех и вот сегодня например я точно знаю в одном классе не буду называть проходит онлайн классный час на который мы пригласили полицейского молодежного и он беседует с учениками этого класса потому что там ситуация сложилась сложная дальше конечно проблема является вовлечение вовлечение всех учеников в этот учебный процесс а также работа с теми кто пропускает занятия но об этом я поговорю чуть позже и безусловно проблемой всегда являлась и является и во время дистанционного обучения это это ученики с особыми образовательными потребностями так называемые их ученики ну техническая база инструменты значит я повторю что у нас не было опыта дистанта но гмайловская почта у нас создана у всех учеников и учителей уже несколько несколько лет и в этой гмайл почте мы в общем то неплохо работаем и инструменты которые там есть мы используем значит вот посмотрите на экране сейчас вы видите некоторые данные последнего опроса учителей где они показывают где где они указывали какие же программы они используют google meet для проведения онлайн уроков используют примерно 60 процентов учителей я так округлила цифры чтобы не было десятых и сотых зум ну примерно 26 google форма используют 55 процентов google classroom 17 learnings up 45 эпик 32 это я взяла вот такие наиболее наиболее используемые программы их там очень много и у нас к сожалению нет единого подхода и google classroom школа не работает и и наверное 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 есть смысл вырабатывать стратегию но сейчас сейчас учителя активно внедряют в процесс новые обучающие программы инструменты и рано или поздно к единым каким-то к единым программам к единым подходом мы мы все равно все равно придем сейчас у нас с этим да действительно действительно довольно сложно дальше проблемные предметы но вот мы за пять недель дважды собирали обратную связь от учеников и родителей последний раз мы получили 558 ответов это вот неплохой результат потому что первый раз обратная связь была еще более скромная это 41 процент от общего количества учащихся и какие же проблемные предметы называют ученики и родители вот как ни странно они называют физкультуру музыку труд и искусство и это действительно так первые жалобы которые поступали от родителей и от учеников в обратной связи это именно эти предметы потому что эти предметы ну условно мы их называем школе прикладными предметами вот эти по этим предметам конечно ученики не привыкли выполнять какие-то письменные задания там например по физкультуре или по труду это вообще представляло какую-то сложность и тогда мы серьезно стали думать что что с этими что с этими предметами делать и как организовать вот работу частности были разные варианты секции собирались неоднократно решали это решали это но вот методом такого мозгового штурма принимали решение в частности например в начальной школе даже не в начале по моему класса до 5 или до 6 у нас было принято решение о том что например за физкультуру за музыку за искусство и труд в этих классах оценки могли бы ставить и родители что что имелось ввиду вот например учитель попросил провести провести физкульт минутку между а между уроками там математики не знаю русского там или или чтения и вот эту физкульт минутку если родитель дома он должен был посмотреть и оценить своего же сына там или свою дочь и прислать учителю на email оценку что вот я ставлю моему сыну за физкульт минутку которую он провел пятерку сегодня и то же самое музыка было задано вот посмотреть там или пропеть какую-то песню выучить слова и то же самое мы попросили родители и родители в начальной школе класса до 6 даже они вот в общем-то большинстве своем откликались и это было это было здорово и позитивно вот такое было решение например дальше конечно эстонский английский потому что несмотря на то что проводятся онлайн уроки здесь возникают проблемы с тем что родители и ученики в один голос говорят что все равно мало мало разговорной практики и язык как будто бы уходит когда выполняешь одни письменные работы она онлайн уроки возникают определенные сложности и вот здесь эта проблема эта проблема решается наверное только одним способом когда когда учитель организует организует онлайн уроки для групп учеников и довольно малых групп то есть 35 человек с которыми можно вот общаться и таким образом поддерживать поддерживать необходимые навыки ну и конечно математика как наиболее сложный предмет и безусловно безусловно секция математики даже принимала решение о том что какие-то темы перенести перенести если это возможно если это не 9 и не 12 класс перенести на следующий учебный год но с математикой безусловно были проблемы потому что даже ситуации онлайн урока ученики не не могли сосредоточиться домашняя обстановка она видно все таки немножко расслабляет и поэтому и поэтому не все ученики с математикой с математикой справляются дальше но вот внеурочная деятельность здесь здесь конечно прежде всего это онлайн классные часы которые проходят раз в неделю и здесь мы получаем вот эту тоже постоянную обратную связь классные руководители держат руку на пульсе решают вопросы и проблемы и сразу как только проблема возникает сразу пытаемся решать корректировать и и очень быстро очень быстро важно и нужно реагировать пытаемся пытаемся безусловно пытаемся безусловно поддерживать поддерживать какое-то творчество какое-то сообщество сообщество учеников и во время дистанционного обучения и здесь у нас две страницы в фейсбуке и вконтакте но вот последнее что я помню это выставка плакатов я дома ради тебя и здесь здесь работа работа безусловно идет но но вот подробнее о ней наверное я бы не смогла рассказать поскольку вот я не успела так подробно на ней сосредоточиться дальше ученический совет ученический совет работает под руководством хуви юхта и принимает решение тоже дает нам свою обратную связь и вот это вот тоже очень ценная информация поскольку поскольку ученический совет это взрослые ребята серьезные ребята которые во многом во многом здесь помощь учителям администрации учителям и классным руководителям но вот сегодня по инициативе директора проходит совместное собрание попечительского совета и родительского актива школы у нас есть такой родительский актив школы это это родители в родительский актив школы ходят родители от каждого класса наиболее активные по одному 2 может быть 3 человека и вот таким образом они образуют вот эти родители родительский актив от них мы тоже получаем получаем очень важную информацию реагируем реагируем на их вопросы и запросы и вот сегодня директор собирает такое совместное собрание не будем смотреть будем смотреть какую обратную связь мы получим вот от родителей на вот этом онлайн онлайн собрание дальше работа опорных специалистов значит каждую неделю учителя предметники заполняют такую таблицу которая называется мурелапсет мурелапсет который в которую вносятся все ученики класса которые не выполняют работы которые не выходят на связь вернее не выход не выходят на связь в течение целой недели эту таблицу заполняют опорные специалисты ой простите заполняют учителя предметники работают затем с этой таблицей классные руководители и соцпедагоги и безусловно сначала классный руководитель обзванивает пишет выясняет затем если ситуация сложная и невозможно выйти на родителей или на ученика тогда подключаются и соцпедагоги этой к этой работе у нас в школе есть три помощника учителя и они сейчас у нас работают ну практически так же как работали и до дистанционного обучения они у нас прикреплены к отдельным хев ученикам и и налажена связь между этими помощниками учителей и родителями и в определенное время ученик и родитель и помощник учителя знают когда они выходят на связь и когда происходит под руководством помощника учителя выполнение выполнение заданий которые которые даются даются этому ученику но этим ученикам на дистанционном обучении также как и в условиях обычного обучения им дается особое задание задание дифференцируется и исходит из из того уровня на каком находится этот ученик вот и поэтому последнее предложение на этом слайде о том что индивидуальные задания даются всем хев ученикам даже включая тех кто у нас не имеет решений консульциативной комиссии но все-таки если учитель видит что что сейчас в условиях дистанционного обучения этот ученик в обычных условиях не был не был особым а в условиях дистанционного обучения он стал таким то тогда этому этому ученику дается дается отдельное задание задание дифференцируется и если нужно то с ним проводятся проводятся индивидуальные онлайн уроки дальше дальше наши наши планы до конца учебного года значит мы планируем проводить онлайн собеседование с кандидатами в 10 класс нам нужно набирать 10 класс и у нас система приема вообще-то такая что мы проводим тестирование сначала по по двум предметам эстонскому и эстонскому и математике но сейчас в условиях дистанционного обучения мы решили отказаться от от этого и провести онлайн собеседование с кандидатами в ходе этого онлайн собеседования мы мы начисляем каждому кандидату определенное количество баллов мы смотрим на его успеваемость на его оценки на все те замечания пропуски все что есть у него в электронном журнале и тогда ну вот выстраиваем какой-то рейтинг учеников вот онлайн собеседование у нас в месяце впереди дальше онлайн защита творческих работ в восьмом классе вы знаете мы долго спорили вообще нужно ли это делать сейчас и в общем то в общем то пришли к мнению что ребята целый год работали и уже к началу карантина к 16 мая уже у многих работа была работа была сделана и готова и поэтому мы решили провести онлайн защиту мы ее уже продумали проработали и все таки не видим не видим больших сложностей и проблем но мы сказали и решили что что защиту вот на защиту творческой работы будут выходить те ученики которые действительно уверены что они готовы и хотят защититься сейчас потому что те кто не готовы и хотели бы перевести это на более поздний срок мы готовы и защиту вторую защиту творческих работ в восьмом классе мы проведем в начале следующего учебного года то есть они уже будут девятиклассниками но в конце сентября в начале октября тогда пройдет второй этап защиты творческих защиты творческих работ а вот онлайн защита это тоже ну очень хороший опыт для всех нас дальше проектная неделя с первого по 8 июня у нас планируется и здесь мы планируем ее проводить по по ступеням и здесь конечно еще это в стадии разработки но но это тоже для нас вызов и тоже для нас очень новая и довольно интересная довольно интересная работа вот теперь я не помню что то что там у меня на следующем слайде но вот я чувствую что здесь я немножко не дописала поэтому я скажу о том чего на слайде нет значит 15 мая это пятница 15 мая учителям прикладных предметов еще раз напомню что это физкультура музыка труд и физкультура музыка труд и искусство учителям этих предметов 15 мая разрешено закончить обучение и выставить оценки за второе полугодие и учебный год но но решение при этом принимает каждый учитель сам и по каждому классу отдельно как это происходит учитель смотрит на ситуацию в конкретном классе как пройдена программа что с оценками и если учитель видит что в принципе программа изучена и и не изучена одна тема которая легко впишется в программу следующего учебного года то тогда учителю разрешено 15 мая поставить ученикам этого класса оценки и закончить изучение этих предметов уже в этом учебном году но повторюсь это решение принимает учитель сам естественно если есть по если есть в этом классе проблемные ученики то есть ученики у которых мало оценок ученики которые у которые во время дистанционного обучения выполняли не все обязательные задания то этому ученику конкретно оценка не выставляется и до 29 мая ему дается срок и возможность оценки получить и 29 мая закончить изучение изучение вот этого предмета это это раз дальше все ученики заканчивают у нас учебу 29 мая 29 мая мы выставляем оценки с 1 по 8 июня тогда проектная неделя но если но если у ученика на 29 мая проблемы там с математикой или с каким-то еще предметом то тогда то тогда вот эту проектную неделю ученик посвящает все таки этим предметом и пытается ликвидировать все задолженности свои и и получить позитивную оценку далее сейчас уже мы серьезно думаем о том что у нас поскольку поскольку школа очень большая большая у нас конечно будут ученики у которых скорее всего не получит положительной оценки за этот учебный год и чаще всего это ученики у которых проблемы были в первом полугодии до дистанционного обучения и мы серьезно думаем что делать с этими учениками но но мы все-таки думаем что у нас в условиях дистанционного обучения мы мы не будем оставлять в этом учебном году учеников на повторный учебный год вообще это очень редко происходит в школе но тем не менее тем не менее учителя высказывают такие предположения что вот этого ученика наверное нужно оставлять администрация склоняется к другому мнению что мы что мы не выходим из дистанционного обучения до до 9 июня а значит а значит мы не можем этому ученику слабому откровенно ученику оказать посильную помощь потому что дистанционное обучение давайте говорить честно я считаю что она подходит далеко не всем и обратная связь это показывает кому то она очень нравится кому то она категорически не нравится по отзывам и коллег и и родители и учеников и поэтому наказывать учеников за то что за то что дистанционное обучение как то не сложилось но это неразумно и несправедливо поэтому мы скорее всего всех учеников переведем переведем в следующий класс а вот в следующем классе будем будем думать что делать ну хорошо какой позитив мы все-таки коллеги мы очень радуемся тому и и благодарим всех кого можно благодарить за то что у нас нет за этот период больных учителей у нас все ученики вы простите все учителя здоровые все учителя работают нам не приходится заниматься вот такой проблемой как замена замена учителей в этот период и вот это очень и очень здорово это большой позитив для всех нас далее а безусловно позитивно то что мы приобрели опыт работы в условиях дистанционного обучения и этот опыт для нас для всех очень важен и нужен и безусловно после этого опыта школа учителя ученики общество вот она уже безусловно станет станет другим дальше позитивным является то что мы очень активно и длительно используем обучающие программы и инструменты и когда когда идет дистантный день кстати мы планировали у нас плана было на какой-то мая провести один пробный дистантный день но жизнь поставила нас другие условия так вот за один день который мы планировали проводить в мае мы наверное ничему бы не научились а вот за такой длительный период мы мы напили шишки мы мы сделали выводы мы мы многое многое поняли и безусловно это ценный опыт это ценный опыт для всех нас дальше вот позитивным является то что в процессе дистанционного обучения выявились такие ученики которым дистанционное обучение действительно очень понравилось и их их успеваемость за этот период даже даже стало лучше и это отмечают они сами это отмечают родители и если до перехода на дистанционное обучение казалось что здесь какие-то серьезные проблемы то то дистанционное обучение вот выявила выявила другую сторону и это очень позитивная в общем то для нас для нас явление ну какие какие вызовы мы видим мы видим перед собой в дальнейшем прежде всего связанные с дистанционным обучением но это не выполнение учебной программы по отдельным предметам мы уже сейчас точно знаем что это будет потому что во время дистанционного обучения идет идет более медленное медленное изучение программы и это отмечают очень многие учителя потому что ученику в условиях обычного обучения сначала был урок потом был было домашнее задание как закрепление этого урока этой темы то сейчас дается одно задание и таким образом идти и идти быстрее просто не получается потому что тему нужно не только дать но тему нужно еще закрепить тему нужно проверить и по возможности объективно оценить и в связи с этим в связи с этим не выполнение учебной программы по отдельным предметам точно будет у нас уже составлена таблица в google форме которые будут заполнять все учителя предметники и будут они фиксировать все свои классы и четко указывать выполнена ли программа в полном объеме если не в полном то какие темы не изучены и сколько часов примерно нужно на изучение этой темы это очень важная информация для администрации потому что вольно или невольно но на следующий учебный год может произойти смена смена учителя и тогда информация чтобы не потерялась и преемственность в изучении программы была вот такая такая таблица такая таблица будет составлена на всю школу и тогда мы увидим ну вот что называется масштабы масштабы этой проблемы она сейчас реально есть это раз далее перенос защиты исследовательских работ в 11 классе на осень то есть вот опять конец конец сентября начало октября мы приняли это решение очень быстро буквально на второй или на да по-моему в конце второй недели дистанционного обучения мы не намерены отказываться как это нам разрешает министерство отказываться от исследовательских и практических работ в 11 классе вот и поэтому мы перенесли на осень еще еще знаете почему потому что потому что у нас в этом году серьезно изменился порядок написания оценивания и защиты исследовательских работ и в апреле этого года мы должны были опробовать новую систему систему написания и защиты исследовательских работ но мы все-таки в условиях дистанционного обучения мы не стали ставить эксперименты такие и решили что осенью осенью это будет сделать и логичнее и правильнее потому что сейчас в условиях в условиях дистанционного обучения это сделать сложнее коллеги вы знаете что оценка за исследовательские практические работы в 11 классе ставится в аттестат и это оценка очень важная поэтому поэтому мы перенесли на осень чтобы чтобы максимально объективно и справедливо оценить учеников далее и по с нового учебного года и по это наша школьная аббревиатура расшифровывается она как индивидуальная программа обучения индивидуальная программа обучения которая дается ученику который не справляется с программой вместе вместе с классом и на такой индивидуальной программе у нас сидят все ученики которые прошли через консультативную комиссию но безусловно вот сейчас мы в конце года выявим такую когорту учеников у которых проблемы с отдельными предметами будут и тогда вот эти ученики с нового учебного года скорее всего тоже пойдут на индивидуальную программу обучения то есть они должны будут все таки материал не изученный не изученный вот сейчас в этом учебном году все таки его захватить и каким-то образом все таки все таки изучить хотя бы хотя бы в минимальном минимальном объеме вот мы предполагаем что индивидуальных программ индивидуальной программы обучения с нового года учебного у нас будет гораздо больше сейчас для статистики скажу у нас сейчас по школе более ста более ста индивидуальных программ это разные ученики и разные предметы, но конкретную статистику я вам не скажу, поскольку координатором у нас является другой зауч, но эта проблема будет очень серьезной с нового учебного года. Пожалуй, наверное, все, о чем я хотела сказать, теперь, если есть вопросы, то я бы ответила на них. Да, у нас есть вопросы, много вопросов, сейчас я буду читать. Я хотела сказать, что да, не хотелось перебивать ни Юлю, ни вас, это действительно очень интересно, очень все отдельно. Вот, Жанна, вам хотелось выразить свое восхищение тем, что вы, несмотря на то, что не все получается, так я понимаю, сразу с наскоку, и тем более для вашей школы, насколько я понимаю, эта ситуация была новая, дистанты, вот это онлайн-обучение, я просто слушаю вас, понимаю, насколько глубокий анализ проделан этого всего, насколько выводы сделаны, это очень здорово, потому что для всех это было все быстро и непонятно, и если вы нашли время для рефлексии, для вот такого подхода, что да, у нас так, но мы понимаем, что можно было делать по-другому, это очень здорово, потому что не всегда обычно заканчиваются какие-то вещи, просто констатации проблем, я здесь, правда, услышала очень много интересных выводов. И второе, конечно, ваша система поддержки детей, и соцпедагоги, и ХЕФ, работники вот опорные, это, я знала, что у вас в школе с этим все очень-очень хорошо, но на самом деле очень здорово, что и во время дистанта вот эти дети были не забыты, у нас как раз вот был семинар по ХЕФ-тематике, очень много про это говорили. Хотела вспомнить про ваш рассказ о проказниках, или пакостниках, как мы их назвали. Да, я, извините, их пакостниками назвала. Наверное, да, наверное, скорее там пакостники, конечно. Я знаю, что Юля тоже хочет прокомментировать на эту тему, я скажу, что на самом деле Zoom и Google Meet позволяют делать запароленную комнату. Конечно, это не защитит от того, если сами дети распространяют эти пароли, то это не поможет. Да, а я так понимаю, что у Юли какое-то другое решение проблемы есть. Да, дело в том, что Google Meet, и вообще, почему мы смогли все это использовать, как я уже сказала, у нас были созданы электронные адреса для детей. И поэтому в ту комнату, где проводит ребенок урок, могут попасть только те дети, которые присоединены к этой группе. То есть с доменом kiosp.ee. И никто посторонний, как бы дети не поделились этой ссылкой, их учитель не впускает. Поэтому, да, создается блок, поэтому туда могут проникнуть только те дети, которые заранее были туда приглашены. Суть в том, что есть техническое решение этой проблемы. Я думаю, я вас потом после семинара с Юлей просто сконтактирую, и вы пообщайтесь на эту тему, если будет интерес, потому что проблема решается несложно, и я думаю, что харидус-технолог или инфа-юхт вполне может помочь. Просто напишу вам общее письмо, тогда вы уже сами это все обсудите. Так, теперь к нашим комментариям. Здесь очень большая очередь. Во-первых, спасибо, тоже очень много пишут. Спасибо. И как планируете организовать учебный процесс после 17 мая? Я так поняла, что об этом как раз в последних слайдах было немножко рассказано, что вы учитесь до конца, и дальше первая неделя июня проектная неделя. Здесь еще что-то вы хотите сказать? Нет, наверное, вот я сказала, главное здесь, конечно, еще могут быть какие-то нюансы и коррективы, но принципиальное решение принято, что до 29-го мы учимся, а дальше уже либо проектная неделя у ученика, либо он все-таки будет неделю заниматься уже конкретными предметами, с которыми у него есть проблемы. Так, про 11 класс, про исследовательские работы мы поняли, что все переносится на осень. Пишет Жанна, спасибо, кропотливая, очень трудная работа, очень согласна. Вопрос про выпускные, будете ли вы проводить выпускные? Юля, я думаю, что это, наверное, и к вам тоже, как сначала Жанна, будет ли у вас выпускные? Да, значит, вы знаете, очень переживают и ученики, и учителя, и родители по поводу выпускных, и мы серьезно думаем, как выпускной все-таки провести в онлайн-режиме. И директор у нас, самый главный генератор идей, и идеи уже есть, и мы все-таки планируем выпускной в онлайн-режиме как-то проводить, особенно раскрывать карты, я все-таки сейчас не хочу, поскольку твердых решений нет. Но, вы знаете, я читала очень длинное, извините, я отвлекусь, очень длинное интервью с Майли Срепс, министром нашего образования, где ей задавали родители и ученики вопрос, а как же выпускные, а платья куплены, а значит, мы готовы. И Майли Срепс сказала, и мы это восприняли как руководство к действию, Майли Срепс ответила, ну, наши школы такие творческие, уважаемые родители, не волнуйтесь, не волнуйтесь, школы придумают, как и в онлайн-режиме провести хороший выпускной. И вот мы задумались над этим, и действительно пытаемся как-то это организовать, и мысли есть, да. Тут я просто перед тем, как Юле слово передать скажу, одну школу же придумали, как в дистанции учиться, вот на раз-два, ну и про выпускные тоже. Да, наверное. Я хочу сказать, что волнуются не только дети о том, что платье купили, я-то тоже в три купила платье на все выпускные этого года, поэтому у меня тоже своего рода такое беспокойство. Ну, конечно, мы в естественной обстановке, которую всегда проводили выпускные, мы, понятное дело, что проводить не будем, планируем тоже в каком-то формате провести выпускной, так называемый, да, выдачу все-таки аттестатов об окончании школы. Мы надеемся, что вдруг будет возможность хотя бы маленькими порциями, стоя с директором, не двух метров друг от друга, все-таки отдать аттестат в руки, надеемся на какой-то лучший исход. Да, тоже мысли витают, пока четкого решения тоже нет, как у Жанны, поэтому мне даже карты, я не могу, не то, что я их скрываю, а мне пока невозможно сказать, потому что мы в подвешенном состоянии, как и все школы в этом смысле. Так, ну я вот на самом деле, вот в этой всей ситуации, везде можно справиться, и кризис пережить, а выпускные это такая вещь, что она раз в жизни. Я, конечно, на свой не ходила, но все равно это такое что-то как знаковое, и потом именно этой весной все эти выпускные очень заслужили, на самом деле, вот как-то очень, очень, да. Так, спасибо, что делитесь своим опытом, это очень важно для учителей. Есть ли планы проводить защиту исследовательских работ онлайн в этом году, но про это мы уже поговорили, я думаю, что не будем повторяться. Что ставится ученикам, которые выполнили работу на один или два, или если они потом, когда исправляли, снова выполнили опять на один или два? Что в этом случае ставится? Метарвест? Это мне вопрос, да, я поняла? Это все ваши вопросы, да. Да, я отвечу на этот вопрос, спасибо за него, потому что я, наверное, в своем выступлении не очень это осветила. Значит, первые две недели мы учителям не рекомендовали и, ну, скажем так, запрещали ставить оценки 1 и 2. Только шла обратная связь, в формулировках, пожалуйста, обрати внимание, жду, работа там-то, и так далее. Но пришло время все-таки отмечать вот невыполненные работы. И у нас в электронном журнале есть такой символ О. И по-русски, и по-эстонски это слово начинается с буквы О. О-Т и ожидание. И вот ученикам, которые не сдали работу, мы ставим символ О в журнале. И тогда видно, что вот эта работа не сделана, эта работа не сделана, и это не сделана. И ученикам превращать вот эти О в единицы или двойки тоже запрещено до конца дистанта. Как только придет 29 мая, тогда учитель определяет, что у этого ученика более 30% заданий не сделано, стоит О. и тогда этому ученику дается задание на неделю. И он индивидуально занимается вот этим вот предметом. Но неудовлетворительные оценки мы по-прежнему не ставим, потому что ситуация у каждого ученика очень индивидуальная, очень сложная. И, безусловно, мы теребим их без конца, когда они не выполняют какую-то работу. Но единицы двоек в журнале у нас нет. Если они и есть коллеги, если вы вдруг сейчас знаете, что они есть, значит, это, ну, такие нарушители распоряжения администрации. А вообще в основной школе, в основной школе с 1 по 9 класс их быть не должно. А вот в гимназии мы чуть построже, мы там ставим О, потом ученику ставится срок, которому он должен сделать это задание. И если он не просит отсрочки, и если он не дает о себе знать, вот тогда О в гимназии, в 10-х, 11-х, 12-х, тогда оно может превратиться в единицу. Может, но не обязательно. У учителя есть право исправить О на единицу, а есть право оставить О, ждать столько, сколько он хочет. Здесь учитель немножко свободнее в гимназии. Я надеюсь, что я ответила. Я думаю, что да, на самом деле очень здорово. Я говорю, что вот у вас эта система и соцпедагогов, и поддержки, и вот это огромное количество индивидуальных программ, насколько я знаю, это очень-очень здорово. Так, двигаемся дальше. Спасибо, Жанна, за вашу открытость, честность. Вам, вашему коллективу, силу для реализации интересных идей и крепкого здоровья. Да, я старалась быть честной. Извините, Анастасия. Я старалась быть честной, иначе вот нет смысла в таких семинарах, потому что мы все оказались в очень сложных условиях, и вот что было, то и рассказала. Спасибо. Это вам спасибо огромное, потому что, ну, не всегда такой люди хотят так вот. На самом деле, большое спасибо вам. Спасибо за ваш опыт и доклад, и слушая вас, поняла, что наше беспокойство схоже. То есть это тоже очень важно. Большое спасибо за ваш быстрый опыт, искренность и живость. Спасибо обоим рассказчикам за столь подробный рассказ. Они очень полезны, объективны. Спасибо вам за ваш труд. Вот. И тут спасибо, да, и спасибо за ответ на счет оценивания. Я думаю, что поскольку мы уже с временем переговорили на 40 минут, план был на один час, но я лично получила огромное удовольствие. Спасибо вам огромное. Я сейчас выключу запись. Запись этого семинара будет доступна на канале Хитса. Я думаю, что я ссылку пришлю всем участникам на почту тоже регистрационно. Вот. Если кто-то не получит, ссылку пишите мне тогда, я пришлю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!